Чтоп тебя! У нас 30 секунд! Двигаем? 30 секунд и чего? До ностальгии по прошлому, в котором никто из нас никогда не жил. Привет! Сегодня Диверст, Атомик Харт и это ремикс на Комарова. Начнем вот с какого-то такого ковбелла и с какого-то фонкового пака. Питчем его на С-шарп, включаем здесь стретч и немножко растянем. Он играет арпеджио по четырем аккордам. Это Д минор, затем Фа мажор, затем Ля минор и Соль мажор. Точно такого же сэмпла я не нашел, так что вот буквально пора обработать, чтобы он зазвучал как надо. Вот это все, чтобы задрать вверх. Это в общем-то тоже еще добавляем биткраш и ревер. И шейпер бокса и ченит вообще все, кроме голоса и драма. Следующим идет вот такой сэмпл баса, я взял его со сплайса. На нем дисторшн, биткраш и аквализация. Причем биткрашер я затюнил на ноту D. Если вы не знаете частоту ноты D, то все просто. Нажимаете вот сюда и находите ее вот здесь, 4.698. И тогда биткрашер будет в тон. Баса звучит просто по корневым ноткам аккорда. Тут же сразу у нас идет райзер. Его я собрал из двух звуков. Вот этот более низкий, такой более глухой. А второй как бы разгоняет все под конец. И здесь вступает главный, голос. Нам нужно подогнать его по темпу, так же закидываем сам трек. Находим так сказать дроп. И просто подгоняем с метрономом. Плюс-минус подстроили, все равно потом подгонять придется. Удаляем сам трек. Ну и судорожно подставляем. И на нем оказывается целая гора пространства. Винтедж верт, вокал плейт, пресет, еще HDL, 1,4 пинг-пон и Вальхала Шимби. Все это я сделал посылами, чтобы сделать сайдчейн от Кика с помощью шейпербокса. И что по вашему общего у Atomic Heart и Советского Союза? Они делят людей пополам. Одни утверждают, что это чудо волшебства, луч света в империалистическом царстве тьмы и вообще очень хорошо. Другие говорят, что это все пропаганда, катастрофа и вообще ой-ой-ой. А я считаю, что не жил в Советском Союзе и пока что не играл в Atomic Heart. Но вот саундтрек Атомного Сердца меня просто разорвал. Потому что вот он я, мне типа 6 лет. Фрутилупс уже существует, но я о нем пока не знаю. Но у меня есть Акай. Не МПС, конечно, а видеомагнитофон. А еще у меня есть видеокассета, на которой с торца от руки написано «Ну погоди, 18 серий». Каждую из них я смотрел далеко не один раз. И что я по-вашему должен испытывать от ремикса Диверста, когда мне 30 лет? И я просто так, вообще без ожиданий, включаю песню про Комарова, просто потому, что она номер один в чарте. И просто слушаю ее 5 раз подряд, потому что мне снова 6 лет. И ведь эти злодеи, придумавшие концепт саундтрека, сделали это абсолютно осознанно. Но как же сильно я им за это благодарен. И в список хороших вещей из развалившегося союза точно входит пара сотен очень неплохих песен, в которых есть пара сотен шикарных сэмплов. И у всего этого есть только один минус. Мне никто не платил за рекламу и даже Atomic Heart не дали. Придется покупать. Тут у нас появляется кик. И фонковый снейр. На каждый второй снейр я прилейерил дополнительный снейр. И к ним добавил вот такой вот расширенный хай-хэт, который играет раз в два такта. И он играет чуть-чуть раньше. И пусть мы подогнали голос, все равно... Куски в дропе все равно придется подгонять. Подогнать-то на самом деле ничего сложного, просто нужно каждый кусок отдельно отрезать. Тут появляется супервысокий ковбел. Я взял другой сэмпл, потому что нам нужен более острый, более короткий сэмпл, а тут уже растянут. Прорабатывается он точно так же. Играет ту-ду-ду-дун, ту-ду-дун, тон-тон-ду-дун. Три раза так. И на четвертый раз просто вот эта нотка переезжает наверх. Вот так и все. И тут же появляется какой-то фортепиано, которая просто играет те же аккорды, но ему немножко прижимается вверх. Он тоже играет через шейпербокс. Типа вот как-нибудь вот так раскидаем. И все это... И целая гора хай-хэтиков. Начнем вот с этого, только еще быстрее. Он будет у нас очень вспомогательным, и на нем в Велосити будет какое-то примерно вот такое. Потом вот такой звук, типа пам-пам-пам-пам. Появился уже грув. К нему добавим еще один, который просто четвертями будет играть. Еще там точно есть вот какой-то вот такой хай-хэт. Играет он что-то вот типа такого. Так. Вот так, вот так, вот так, вот так. И вот так, по-моему. И перед дропом там есть вот такой разгончик на снейле, только вот этот сначала так вот делает. Да, вот так. И тут начинается партия с лидом и дополнительным еще одним ковбелом. А кстати, скачать этот проект вы как обычно сможете в моем телеграм-канале по ссылочке в описании, как только это видео наберет 3900 лайков. Да-да, потому что я точно знаю, что вам понравился этот ремикс. Так что не жалейте своего лайка. Прямо сейчас ставьте его под этим видосом. И уже очень скоро вы в моем телеграм-канале сможете этот проект скачать и поковыряться в нем самостоятельно. Еще сюда так и просятся несколько перкуссионных лупчиков. Вот, например, вот такой. Они не должны быть громкими вообще, но они все равно создают какое-то заполнение. Особенно, когда их соберется целая пачка. Это обычная тамбурина, это какой-то шейкер. И вот этот луп мой любимый. Это такой UK Garage драм луп. Пиши в комментариях, если хочешь видос по UK Garage, когда-нибудь я его обязательно сделаю. Единственное, конечно, из него точно нужно вырезать все снейры. И получается вот такая вот пачка перкуссии. Она не должна выходить на передний план вообще. Ну как здорово звучит. И переходим, наконец-то, к части следом. В нем у нас кавбелл продлевается, и он чуть-чуть изменится. Вот так. И то же самое, только пониже. Вот так. И еще параллельно с этим он играет дополнительно на октаву ниже. Я продублировал точно такой же кавбелл. И встаем его и опустим на октаву вниз. Нижний чуть погромче. И снова напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. То есть, если ты ни разу не открывал FL Studio, то по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Блит у нас из какого-то ретро-вейвого пака, которому точно нужно убавить ресторшн. Еще необходимо дать больше дитюна, и, наверное, больше голосов, чтобы этот дитюн ощущался. Играет там что-то типа вот так, потом А, потом G. Да, вот она. А во второй половине тут по-прежнему А, но она короче, потом С. Так, и снова С вот так. А из обработок просто на люфтику себе я ему прижал 2,5 кГц, чтобы освободить место Ковбелла. Ну и, конечно, Шейпербокс Сайчейн. Неправильнее, конечно, раскидать по паттерну, потому что вот здесь у нас, например, затону, и остается кик. И вот тут еще один есть, вот такой вот. Вот так. Потом да-да-да-да-дум. И потом начинается тот же парт, что вступление и продолжение голоса, который, в свою очередь, нужно подстраивать. Секричный водолаз. Вот так хорошо. И там на недельку, и самая романтическая часть начинается. Значит, у нас тут весь бит, кроме кика, и перкусси. И меняется паттерн хай-хета, который играет F-E-DON-TON. И добавляются низкие кавеллы, вот эти из вступления. Чтобы было посимпатичнее, можно прилейерить немножко фортепиано. Только потише. Тут ненадолго появляется басец. И теперь нужно подогнать голос. Здесь у нас возвращается вся перкуссия, кик, но пока что без снэра. И продолжаем нарезать голос. Корабли. И вот тут начинается самый дропистый дроп. Вот этот кусок следом, но с голосом. Там, где начинается уже этот хор. Опять забыл маленькую детальку. Вот эту. С ней все гораздо круче. Вот так, да. Самое оно. И потом продолжается то же самое, только без кика. Да, это оно. Мастер-канал, давайте поговорим о нем. Newfangland Saturate. Очень сильный драйв. Разгоняется все в него, прям очень здорово. Срез низа, точно такой же, как в прошлом видосе. Снова вот эта какая-то собирающая фиговина от Waves. Здесь залетела идеально. SUS2 с такой же настройкой, как в прошлом видосе. Здесь основной звук делает Blizz. Blizz включен. Отключаем. Возможно, возможно, я тут перегнул со всякими вот этими настройками. Возможно, я его перебубнил. Но мне такой звук нравится. Более матовый звук становится. Более аккуратный. И здесь, мне кажется, это подходит идеально. Вообще не всегда нужно. Тут Blizz жрет процессор невероятно. Ну и ProL-ка просто. Вот такой вот получился ремиксик. Если похоже или не похоже на Diverst, обязательно пишите в комментариях. И этот видос, это огромный респект Diverst, потому что, ну, это шикарный ремикс. Как только я его услышал, мне тут же захотелось сделать при него видос, потому что я его слушал и не мог оторваться. Огромное спасибо за эту работу. И ставьте лайк этому видосу, если моя работа, в свою очередь, понравилась вам. Если вам понравился биток или видос. И напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа, который отлично подойдет новичкам. Узнай подробнее о нем у меня. Напиши мне прямо сейчас ссылка в описании. Подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. Особенно, если тебе понравился биток, прямо сейчас подписывайся. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Буду ждать вас в следующем видосике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok